Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Григория, и я бы хотел поблагодарить всех своих коллег, которые работают в НИИ Петрова в Санкт-Петербурге, за возможность сюда приехать, за возможность выступить перед вами на таком важном собрании в таком красивом городе, как Санкт-Петербург. Итак, тема моя является очень насущной с точки зрения того, что мы говорим здесь о гигантских опухолях кости, и вопрос вот в чем, насколько безопасно и насколько эффективен препаратом является Динозумаб для лечения подобных опухолей. Как вы прекрасно знаете, несколько недавних исследований показали, что Динозумаб может быть новой терапевтической возможности для лечения гигантских, крупноклеточных, извините, опухолей кости. Мы используем его и получаем хороший ответ со стороны опухоли, опухоль сокращается, и хорошие, так скажем, хирургические исходы. Соответственно, вот это очень важное многоцентровое исследование, которое было публиковано в хорошем научном журнале, которое говорит о том, что Динозумаб является эффективным. Соответственно, это хорошая возможность для крупноклеточного рака кости. Итак, давайте посмотрим на лечение пациентов. На самом деле, оно более сложное после введения Динозумаба, потому что во время хирургического вмешательства мы не могли опознать патологическую ткань, ее было сложно увидеть. Поэтому наше чувство, чувство хирургов, несколько другое. Ощущение, что локальные рецидивы, их гораздо больше после Динозумаба. Мы начали ретроспективный анализ наших пациентов, посмотрели на критерии включения. Критерии включения – это гигантско-клеточная опухоль конечностей пациента после хирургического вмешательства и после Динозумаба с приблизительным временем наблюдения. Наблюдение – два года, и опухоли локализовались в области таза. У нас было 408 пациентов, которых мы посмотрели ретроспективно. Вот вы посмотрите, у нас 161 – это была резекция, куритаж – 247 пациентов, Динозумаб получали 25 – это куритаж, и 5 из 30, кто был на Динозумабе, 25 был куритаж и резекция в оставшемся количестве случаев. Многовариантный анализ показал, что Динозумаб и стадия третья дали нам отрицательные прогностические факторы с точки зрения возникновения местных рецидивов. И если вы посмотрите на анализ Каплан-Майера, на кривую Каплан-Майера, то здесь у нас очень хорошая, сильная статистическая корреляция между Динозумабом, введением Динозумаба и возникновением местных рецидивов. Поэтому мы провели многовариантный анализ отрицательных прогностических факторов, и введение Динозумаба оказался единственным независимым прогностическим фактором, который относился к возникновению местных рецидивов. Возникновение местных рецидивов было очень высоким, приблизительно 60% у пациентов, которых пролечили при помощи первичного хирургического вмешательства и Динозумаба. Как же такое возможно? Я, опять-таки, глубоко копал литературу, искал многоцентровые исследования и в очень хороших научных журналах я нашел вот такую статью Томаса по небольшой выборке пациентов, которые проходили хирургическое вмешательство после лечения Динозумабом. И вот в этой статье Томаса говорится о том, что только 25 пациентов, которые прошли хирургию, с очень коротким периодом наблюдения, 9,2 месяца. И удивительно, но в другой статье Ритовского время возникновения местных рецидивов было длиннее, нежели, чем время наблюдения. То есть, как это возможно? Это означает, что они бегали за пациентами? Хотя это очень весомое научное издание. Поэтому я поискал другую статью за более длинным периодом наблюдения. И здесь говорится о том, что Динозумаб не повышает риск возникновения местных рецидивов при опухоли кости. И вы знаете, Динозумаб тем не менее может быть проблемой, потому что во время терапии происходит возникновение новой костной ткани, которая влияет на исходы хирургического вмешательства, потому что вы не можете определить просто пораженные ткани. После введения Динозумаба прекращается пролиферация остогластов, и дело в том, что когда у нас макросреда уже освобождена от Динозумаба, то клетки начинают расти опять, соответственно, это местный рецидив. Возникает местный рецидив. Вот вы видите, после администрации Динозумаба у нас очень хороший ответ, но у нас возникает новое формирование костной ткани, поэтому во время хирургического вмешательства вот эта стена прячет опухолевые клетки, которые потом разрастаются, и как только уходят из организма, выводят из Динозумаба, эти клетки начинают опять расти, и вот и результат местного рецидива. Вы можете прочитать наши данные, которые мы опубликовали в американском журнале, поэтому вы можете посмотреть более подробно наши данные. Насколько безопасным является Динозумаб для лечения гиганткоклеточных опухолей? Я уже показывал вам вот эту цитату из Ланцета, и дело в том, что не только эффективность оценивалась, но также и безопасность для лечения подобных опухолей. Вот вы видите, это молодая женщина-пациентка с гиганткоклеточной опухолью, ей 29 лет, и мы проводили хирургическое вмешательство 10 лет назад, больше 10 лет назад. Установили костный цемент в полость костную после того, как мы убрали опухоль, сделали молекулярный анализ, посмотрели на мутации USP6 гена, и амплификация была отрицательная в MDM2. То есть это была гигантская клеточная опухоль, и через 10 лет возникает местный рецидив. Но безопасность и эффективность Динозумаба описывается во многих статьях, и как же такое могло произойти. Соответственно, мы провели биопсию, и был негативный, например, МЭЦ, и вот это была гиганткоклеточная опухоль. Морфология была похожа на морфологию первой опухоли. Мы не обнаружили USP6 в шестом гене перестройку и амплификацию MDM2. Начали терапию Динозумабом, и во время первых пяти месяцев мы обнаружили остеосклероз, и у пациентки все было нормально, без болевого синдрома. Но тем не менее, через 6 месяцев пациентка начала развивать опять, пациентки начались опять боли, и мы увидели вот такое растущее новообразование, растущую массу. Провели биопсию, и вот вы видите, что диагноз был абсолютно другим. Это была высокодифференцированная остеосаркома. И как же такое возможно? К сожалению, пациентка умерла вскоре после этого, во время химиотерапии по поводу метастазов легкая. Как такое возможно? Я еще раз посмотрел, еще раз почитал литературные источники, очень важные, весомые издания. И вот это исследование Томаса 2 из 37 пациентов, у них произошла трансформация злокачественная. И авторы говорят о том, что они не были связаны с терапией донозумаба. Но в другой статье Чаплера мы получаем трех пациентов, мы видим трех пациентов, у которых были новые первичные злокачественные новообразования. Опять-таки, это было описано как нечто не связанное с введением донозумаба. Два пациента в другой статье Стенитовского, опять-таки, у них развивалась гантоклеточная опухоль. Возможно, они что-то пропустили изначально в биопсии. Я обнаружил вот такой отчет. Это один из моих итальянских коллег, который работает в Бонус-Айресе. Это было нечто очень похожее на наш случай, очень похожий клинический случай. Мужчина молодой с рецидивом гигантско-клеточной опухоли. У него была, опять-таки, трансформация злокачественная после лечения донозумабом. И затем я нашел еще публикацию Бройма, где описывались два других случая трансформации. И как же такое может происходить? Чан и Пу провели мета-анализ пациентов с метастатическими узлами, с опухолью, с костей. И они увидели, что там статистически значимый, более высокий риск вторичного возникновения злокачественного образования на донозумабе по сравнению с зеленодроновой кислотой. Возможно ли такое? Как же может быть злокачественная трансформация после лечения донозумабом? Мы знаем, что донозумаб блокирует леганду ранг. Ранг – это то, что располагается на поверхности остеокласта. И, соответственно, мы начинаем здесь дифференциацию остеокластов. И, тем не менее, я обнаружил, что ранг находится не только на поверхности остеокласта, но также на поверхности липоцита B и D, соответственно, донозумаб, проводят иммуносупрессию у наших пациентов, делают иммуносупрессию. Соответственно, если он отвечает за иммуносупрессию, возможно, он вызывает вторичное формирование злокачественного новообразования по типу гигантоклеточной опухоли. Соответственно, вы должны принимать во внимание вот такой возможности у пациентов, в которых вы лечите донозумабом. И, безусловно, нам нужны перспективные клинические исследования для того, чтобы подтвердить данную теорию. Итак, вот это то, что было опубликовано в журнале, в японском журнале «Клиническая онкология». И если вы хотите, то вы можете проверить наши результаты, прочитать нашу статью. И я бы хотела поблагодарить моих соисследователей, Макамото, который работал со мной в рамках этого проекта, даже Андреаса Маврогениса и также моего начальника в Болонии, и всех моих коллег, которые работали вместе со мной в моем институте. Спасибо большое за ваше внимание. Можно я? Да, пожалуйста. Спасибо за очень интересное сообщение. Я бы хотел уточнить предмет, обсуждаемый. Вы хирург. Что думают ваши химиотерапевты о вторичном озлокачествлении после применения Деносумаба? Есть фармакологические компании с большим опытом выпуска этого препарата. И, наверное, в аннотации где-то должен был быть фактор влияния Деносумаба на вторичное озлокачествление. Это первый вопрос. И второй вопрос. При вот у больной с озлокачествлением седалищной кости через 10 лет вы ее оперировали? То есть предмет озлокачествления – это злокачественная гигантоклеточная опухоль. Как мы знаем, до 15% они бывают и злокачественные, они и метастазируют в легкие. То есть это была злокачественная гигантоклеточная опухоль или какая-то другая злокачественная опухоль? То есть трансформация в другую морфологическую форму. Спасибо. Я ортопедический хирург, я не онколог. И да, гигантоклеточная опухоль кости – это доброкачественная опухоль. Вы знаете, что у нас есть риск метастазирования в легкое в 4% случаев, и никто не умирает, как правило. Даже с метастазами можно лечить при помощи химиотерапии, можно лечить при помощи хирургического вмешательства. Мы просто зачастую ведем пациентов, наблюдаем за ними, никто не умирает. Обычно это молодые пациенты с достаточно длительным периодом жизни. И я не предлагаю, безусловно, если я понял вопрос, я не предлагаю лечить наших пациентов демизумабом, даже если у них есть метастазы в легкие. Потому что это все-таки остается доброкачественной опухолью. И если у нас есть такое озлокочувствление, то в этом случае нам нужен онколог, конечно же, и нам нужна неодевантная химиотерапия. И в статье Апунте, это люди, которые работают в итальянской клинике, они лечили при помощи химиотерапевтических препаратов. И затем была сделана резекция, и пациенты выжили. Наша пациентка умерла, но, безусловно, когда у нас такой диагноз, как остеосаркома, то в этом случае нам нужно лечить пациентов с сочетанием... Это остеосаркома. Это вторичная остеосаркома. Да, вторичная остеосаркома. В дополнение к вопросу, это вторичная остеосаркома или это деновая возникающая вторая опухоль через 10 лет после радикального лечения? Это вторая опухоль. Это, я говорю, деновая опухоль. Это вторая опухоль. Это не озлокочление первичной опухоли. Вы помните, что в прошлом мы проводили лучевую терапию. Вот такие гигантско-клеточные опухоли, если они находятся в таких сложных местах, как, например, тазовые кости. И мы перестали использовать лучевую терапию, потому что вторичная... Я думаю, что у нас удивительные сегодня терапевтические возможности, которые блокируют остеоклассы. И в таких сложных местах мы можем это использовать, но риск у нас это иммунная депрессия. И риск заключается в том, что в 2% случаев, я проверяла литературные источники, у нас приблизительно 2% риска вторичного озлокочисления, так скажем. Мы должны говорить об этом пациентам, что у нас приблизительно 2%, как при лучевой терапии, ранее, что у нас может возникнуть вторичная остеосаркома. После лучевой терапии. Да, после лучевой терапии в прошлом, а сейчас после Донезумаба. Я хотел бы, чтобы прокомментировали. 2%. ФДИИ Италии в прошлом месяце, после наших статей, после того, как они вышли, отправили нам уведомление о том, что действительно есть такая возможность, что могут быть метастазы, и лучше использовать зелендроновую кислоту в этой ситуации. И при гигантско-клеточных опухолях тоже. В Италии, начиная с эпидемиологической точки зрения, у нас 2% риск, мы о нем писали, вторичной трансформации остеосаркома на лечение Донезумабом. Я буду, пожалуйста, прокомментировать, эксперт саркомной российской группы химиотерапии, Фиденко Александрович Александрович. Известны вам такие данные? Химиотерапевт. У нас идет сейчас протокол, и вот в рамках этого протокола интересно, как обстоит дело. Мы в этом году опубликовали абстракт на АСКО, это был постерный доклад, и за прошлый год, с 2016 по 2017 год, мы набрали 117 кейсов гигантско-клеточной опухоли по стране. То есть больных? Больных. Говорите по-русски, да. Приблизительно популяционная распространенность на 145 миллионов у нас, это где-то 145 пациентов. То есть мы собрали больше, чем 70% новых случаев. И пошли по пути, вне зависимости от первичной резиктабельности опухоли, мы начали давать в течение года Денусумаб. Прошло полностью до весны 2018 года 25 пациентов. Понятно, что сроки ранние для того, чтобы думать о возможности озлокочистления вторичного. Но из этих 25 больных мы не увидели ни одного случая такого. При оценке ретроспективных данных, которые тоже достаточно большое количество пациентов, у нас есть процент больных, которых вероятнее всего опухоль дедифференцировалась. То есть вторичная трансформация была. Но процент этих больных маленький, и они не получали Денусумаб. Нет, разговор идет о том, что у вас или по литературным данным известно, что 2% больных с Денусумабом в отдаленные сроки меняет, трансформируется опухоль. Это описанные данные, уже только что доложенные в докладе. По сборному анализу всех репортов, которые были в мире, получились эти 2%. Я же правильно понимаю? Да. Да, мы описывали данные, просматривали данные по всему миру, потому что наши онкологи работают с Амдженом, с компанией, да, и они смотрели на всех пациентов по всему миру, которые велись на Денусумабе по этому риску. Вот кумулятивный по всему миру 2%. Спасибо. 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 Спасибо.